Меч и магия. Майтен Мэджик. При упоминании этих слов многие с теплотой вспоминают третьих героев, прогулянную школу, кучу друзей и хотсит. Хотя нет, тогда именно горячий стул. Те, кто четко помоложе, пятую часть. Гордость за то, что наши сделали новую игру в этой поистине легендарной серии. Но годы идут, была и слава меркнет перед лицом высокополигональных моделей, шейдеров и текстур высокого разрешения. Основная линейка не пополнялась аж с 2002 года. И вот, в год 25-летия серии анонсируют сюжетное продолжение Майтен Мэджик Хирус 6. Майтен Мэджик 10. Легаси. Место действия Мир Ашан. Особо вдаваться в детали не буду, но замечу, что все как встарь. Предательство, интриги, заговоры и расследования на месте. Ангелы и прочая нечисть снова не могут чего-то там поделить, но в этот раз вы не какой-нибудь там спаситель. Ну, в смысле, это не так сразу очевидно, плюс никто не запрещает им не становиться. А простой охотный до славы и чужого добра искатель приключений, который волею судьб, как нам обещают во вступительном ролике, станет легендой. Прежде чем ринуться в бой, круша всех несогласных в ценный опыт, нужно сколотить команду, разделяющую ваши интересы. Подельники делятся на людей и прочих, вроде дварфов, орков и эльфов. Те же, в свою очередь, имеют подклассы, вроде шамана, рейнджера и далее по тексту. Далее скиллы. Матерый игрок в мир Варкрафта захохочет в голос, увидев местное их количество. Но, честно сказать, больше тут и не нужно. Да и в полубитвы с очередной тварью не сильно путаешься в куче открытых менюшек со способностями. Удобно, но, правда, можно было их и побольше сделать. И вот нас уже квартеты, мы готовы совершать подвиги в больших количествах. Потому берем квест и рвемся в ближайшее подземелье, где нас уже, конечно, ждут. Сама боевая система знакома большинству олдовых геймеров, которые хотя бы играли в девятую часть. А из нового самый лучший пример это Legend of Grimrock. Суть проста, это пошаговая стратегия. Каждый герой из партии делает ход. Мол, ударить, скастовать что-нибудь, выпить зелье и прочее. Потом противник занимается тем же самым и так до полного упокоения его или вас. Есть, правда, хороший нюанс. Многое зависит от вашей позиции. Поясню, лучник не может стрелять из, собственно, лука вблизи. Ему нужно расстояние как минимум в одну клетку. А потому как в грамотной команде обязательно есть хотя бы один дальнобоец, да даже простой варвар порой может скастануть что-нибудь нужное, то диспозиция архиважна. Грамотный игрок с раскачанными, скажем, двумя лучниками с использованием, скажем, скиллов ветра, может вообще не подпустить к себе противника и расковырять его исключительно дистанционно. Но игра позволяет и не такие хитрые статистические ходы. Стоит еще сказать, что бой, да даже самый первый, может вымотать не на шутку. Те же самые пауки щадить вас никак не собираются. Убил одного, второго, а там сразу тебе и большого подкинут, потом сразу двух, их матку, после поманят сундуком и устроят засаду. Все, в общем, очень серьезно, даже на низком уровне сложности. Наверное, главная проблема заключается в том, что когда вы не на квесте, вы будете дико скучать. Ну, скажем так, не только боевка Олдова, но и перемещение по миру также не слишком понятно. В смысле, к нему нужно привыкнуть. А уже потом, если не обращать внимание на рутину, можно получать от игры удовольствие. Как уже было сказано, помимо данжев, есть открытый мир с городами, торговцами в них и прочим, что нужно путнику. И ежели играть вдумчиво, разбираться в тонкостях, умело пользоваться всеми возможностями, то, как и в любой игре, она вам отплатит. Проблема в том, что до этого «отплатит» в Might & Magic 10 Legacy доберутся явно не все. Игра хоть и требовательна к железу, но почему-то выдает не слишком приятную картинку. Особенно это бывает заметно на, так сказать, открытых пространствах. В подземельях уж темно и мрачно, тут не до подсчитки полигонов. Самому бы спастись. Но в защиту игры стоит заметить, что это все-таки ранний доступ. Все еще может, хоть и не кардинально поменяться, но во многих так нужных этой игре мелочах. Очевидный минус – минимализм во всем. Начиная с иконок персонажей, заканчивая самим интерфейсом. Игроки со стажем, конечно, привычны к подобным лишениям. И даже именно за это серию и любят, но большинство явно не оценят. Подведем итог. Фанатам сравнительно недавнего Legend of Grimrock обязательно стоит приглядеться. Как и фанатам серии Меча и Магии, ибо все на месте, все по-прежнему. Новичкам уже смотреть по месту. Конечно, подсказки и многие послабления в их сторону есть. Но, так сказать, вся соль явно не в этом. Развлечение явно не для всех. Но, вероятно, на это и делает ставку издательства в лице французов из Ubisoft. Ах да, единственное, что заставило меня улыбнуться на протяжении всего прохождения – это квест по спасению Рипли, Люка и Кирка. Ну, знатоки фантастики явно поймут.